здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы традиционно обсудим как закрылась неделя предыдущая что ожидать на этой неделе ну и пробежимся по всем ключевым событиям но прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео ну и ваш вопрос как всегда конечно оставляйте в комментариях а прошлая неделя завершилась позитивно для фондового рынка мы увидели обновление исторических максимумов по индексу s&p 500 также по индексу nasdaq ну и dow jones тоже не отстает и в ближайшее время тоже может показать перехай также хорошо себя ведут и европейские индексы что в целом подтверждает пока сохранение позитивного настроя на на фондовом рынке ну и плюс еще один интересный момент связан с нефтью но теперь давайте обсудим это по порядку а начнем мы с завершения прошлой недели и на прошлой неделе были но фармы до которые дали довольно таки позитивный толчок мы видим прогноз назначение было минус полмиллиона рабочих мест да то есть ожидалось но по факту было даже создано 50 тысяч что безусловно говорит о позитивном восстановлении рынка труда что сейчас ну практически является все еще ключевым приоритетом для америки и с этим как раз вопросом они работают и собственно на это также дает позитив на непосредственно а фондовый на рынок а с точки зрения текущих вещей да то здесь тоже важно понять что сейчас у нас на рынке происходит и во-первых это подвижки с байденом с его пакетом стимулирующих меры на 1 на 9 триллионов то есть пятницу было еще одно на заседание и фактически здесь мы видим уже положительные сдвиги что также дает позитивный настрой и на фондовый рынок да как еще одна вещь и непосредственно уже в копилку а что еще интересно интересно эта ситуация вокруг нефти также было заявление от хедж-фондов что они видят позитивный настрой на 2021 год относительно нефти именно роста котировок поэтому они ставят на повышение в связи с тем что экономики будут восстанавливаться на и нефть снова будет нужна то есть для того чтобы как раз возместить те потери которые были в течение двадцатого года а по разным оценкам ожидается цены по нефтемарке бренд в районе 70 80 концу двадцать первого года сейчас мы видим что уже торгуемся по в районе 60 поэтому здесь перспективная как раз настрой на укрепление нефти она остается поэтому важно понимать что еще в 2021 году на фоне как раз вот восстановление того что было двадцатом нефть себя вполне может показать конечно вряд ли можно увидеть движение там область 120 150 но в целом вот этот восстановление но может дать безусловно свои плоды и в том числе например акции нефтяных компаний то есть моем портфеле есть exxon mobil я пока его продолжаю держать потому что конечно этом позитиве меня акции тоже могут вырасти а что также важно также важно на продолжение как раз ситуации сша и китая на здесь байден тоже на прошлой неделе заявил о том что надо есть определенное трение между китаем и сша но он не будет следовать тому курсу который был взят трампом но безусловно есть вопросы которые непосредственно решить и здесь мы должны понимать что скорее всего байден будет придерживаться чуть более мягкой политики в отношении с китаем и вполне вероятно что это будет ну некоторое утепель отношения после как раз президентства на трампа у нас продолжается сезон отчетов и здесь тоже важно понимать что мы ожидаем на этой неделе на этой неделе читаются практически уже большинство компаний отчиталось там через индекс s&p 500 но а также есть несколько интересных имен на которые мы должны обратить внимание то есть отчитается о компании из сектора марихуаны да то есть который производит занимаясь производства марихуаны в данном случае это сектор сейчас выглядит довольно таки позитивно и мы видим уже довольно таки неплохой рост особенно если братья и т.ф. до которые входят этот эти инструменты ну и компания can be grows также читается на этой неделе поэтому если в вашем портфеле есть данные акции то пока настрой по ним довольно таки позитивный а читается на этой неделе циско циско тоже один из гигантов нарядился ibm intel ну скажем так такие динозавры да в данном в айти сфере будем смотреть ну безусловно будем слизистых отчетом и читается не 9 февраля после закрытия рынка но пока их предшественника к бем и intel рынок не радовал но опять же понятно что на эту компанию в том числе оказали и посредства коронавируса в любом случае ждем отчетов потому что сейчас акции в любом случае подрастают посмотрим будет ли какой-то дополнительный позитив также читается кока-кола а также читается компания зилу убер да будет отчитываться крафт крафт хайнс и дисней тоже читается уже на этой неделе а если посмотреть из событий которые нас ожидают да на неделе предстоящей давайте посмотрим по сегодня в понедельник да пройдет выступление председателя банка англии это пройдет сегодня во вторник число открытых вакансий на рынке труда но мы уже видели с вами нонфарм они позитивные в целом говорят ум на восстановление как раз рынка труда в сша в среду будет выступление паула изменение запасов также по сырой нефти выйдет в среду который информация безусловно влияет на текущий момент и на рынок нефти пятницу будет опубликованы данные по великобритании это ввп квартальный месячный и полуквартальный в четверг в китае в японии выходные дни да и также в корее для тех кто кто возможно следить за этим инструментом но теперь в целом если пройтись по рынка мы видим что индексы да на локальных максимумах а и американский доллар также укрепляется да и сейчас я как раз по крайней мере для себя рассматриваю выход вот из той коррекции которая была последние несколько недель и буду искать также возможности входа на продолжение роста евро доллара скорректировался в область 1.1961 это минимальное значение которое мы видели в пятницу в принципе с текущих уровней также пока видится интересно его рассмотреть на покупку дальше уже будем смотреть может ли уйти выше отметки 1.2160 если сможем то вероятно восходящий тренд по данной паре продолжится но также можно постоять и в боковике в любом случае цена довольно таки неплохая в пятницу мы смогли закрепиться выше максимальные значения которые были сформированы в четверг поэтому лично для меня здесь есть сигнал на поиск покупок но я не буду ходить по текущим ценам я поставил отложенный ордер и если цена скорректируется то еще раз в евро долларе я войду на помощь как раз я его уже пробовал покупать но на данном нисходящем движении уже две сделки были закрыты по стоп лоссу собственно сейчас еще более интересный уровень поддержки поэтому еще раз здесь я попробую заходить на продолжение роста а по британской валюте здесь мы тоже видели коррекцию на прошлой неделе очень быстро восстановились и сейчас торгуемся практически по локальным максимум который мы видели в январе не было интересных точек для входа на присоединение поэтому пока британская валюта остается вне поля моего внимания поэтому здесь пока я тоже беру на паузу на по паре американский доллар канадский доллар здесь мы видим пока продолжение нисходящей формации пятницу мы обновили минимальное значение то есть ушли ниже значение четверга и среды что пока подтверждает сохранение данной нисходящей формации но из данной валютной пары я вышел после перехая который был как раз в четверг поэтому здесь я пока нахожусь не позиции и возможно если будет еще одна волна роста то я для себя тоже рассмотрю возможность входа на продолжение по снижению данной валютной пары но пока здесь остаюсь не рынка а по паре американский доллар японская иена если мы посмотрим на дневной таймфрейм здесь как раз довольно таки интересный уровень для того чтобы заходить как раз на продажу мы вернулись к максимально значение которое мы видели в ноябре из текущих уровней меня продать доллар и иену мне видится тоже интересная идея по крайней мере на эту неделю я буду пристально среди за этой парой к сожалению пока мы не смогли закрепиться ниже минимальные значения которые были сформированы в пятницу если это произойдет сегодня я поставлю отложенный ордер и примерно в области 105 59 и буду ждать коррекцию для того чтобы как раз войти в данную позицию поэтому здесь довольно таки неплохой потенциал для снижения может быть поэтому доллар иена одна из ключевых пар фокусе моего внимания на эту неделю австралиец продолжает укрепляться по австралийцу также был сформирован довольно таки неплохую область поддержки после той коррекции которая была начиная с первых чисел января поэтому здесь я тоже для себя уже перевернулся непосредственно в покупки вошел минимальным объемом просто по рынку цена была довольно таки неплохая но об этом я говорил тоже уже в пятницу на поэтому сейчас пока нахожусь в данной позиции мы увидели здесь уже перехай поэтому здесь я тоже стоп-лосс уже перемещу за минимум который был в пятницу сейчас торгуемся по локальным на максимум ну буду следить в целом даже ожидаю вновь поход на на область максимальные значения которые были в начале января но если ситуация не поменяется то конечно буду ходить и помню другим ценам если вновь наметится нисходящая формация а по новозеландцу здесь тоже мы находились довольно таки долгое время в таком боковике и пока он все еще сохраняется но каких-то интересных точек для входа здесь не было поэтому новозеландец пока остается по новозеландцу пока позиции не рассматриваю золото да золото еще один инструмент который тоже пробовал покупать несколько раз последний раз я делал это как раз в конце января вышел в небольшом плюсе достаточно близко к точке входа сейчас мы видели еще одну волну коррекции поэтому здесь я еще раз буду пробовать заходить я уже поставил отложенный ордер собственно сегодня мы уже смогли закрепиться выше максимальной значение пятницы что для меня дает сигнал как раз поиска покупок поставил отложенный ордер ниже текущих уровней эта область 1793 доллара за тройскую унцию 1794 если мы скорректируемся в данную область то в золото я бы вошел да вот по именно данным ценам но не по текущим потому что точки зрения текущих уровней с точки зрения риск-менеджмента я просто не могу войти в эту позицию чтобы не нарушить свои правила непосредственно по риск-менеджменту а далее по индексам как я уже говорил европейские индексы также довольно таки себя неплохо ведут и сегодня даст уже торгуется выше а максимальный значение которые были сформированы в январе поэтому опять исторический максимум здесь все сохраняется позитивно но той коррекции которая была ее тоже крайне быстро откупили поэтому здесь практически не было откатных движений начиная с 29 января поэтому в эту позицию я не присоединился так как я обычно присоединяюсь непосредственно на коррекциях ну и то же самое по индексу smp500 smp500 сегодня уже опять торгуется по локальным максимум поэтому здесь там то падение которое было его опять же крайне быстро выкупили но мы это видели и в прошлом году до подобные ситуации поэтому здесь рост пока продолжается если будут коррекции то я также для себя буду рассматривать возможность входа на после завершения данных коррекции но конечно не по текущим ценам не по локальным максимум ну и нефть марки brent январь крайне позитивно февраль прошу прощение крайне позитивно идет до нефти марки brent мы уже видим на торговлю по максимум которым увидели феврале ну и нам немного остается до отметки 70 это по 7 динаме есть марки brent на это значение мы видели в январе прошлого года то сейчас туда как раз нефть и идет вполне вероятно что при подходе к этому уровню мы можем увидеть новую коррекцию по данному инструменту ну вот так такой целевой ориентир по нефти марки brent с перспективой на месяц-два я тоже для себя рассматриваю поэтому неделя также выглядит довольно-таки интересно и у нас остается еще несколько сезонов отчетов мы видим что в целом позитив на рынке сохраняется ну и что скажут также на портфеле из акции доступе зрения трейдинга не так много идей появляется ну точнее не так много идей которые могут торговать по своей системе но в том что в то же время инвестиционный портфель довольно таки себя неплохо показывает но мы продолжим следить за текущей ситуации обсудим обязательно все важные моменты в среду не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео всем желаю хорошей торговой недели увидимся с вами в среду всем спасибо за внимание и до свидания